Здравствуйте, дорогие друзья! Цветение орхидеи в сентябре 2020 года. Собрала кое-что в кучку, кое-что забыла, но весь месяц я вела дневник по цветению некоторых, которые даже не стоят сейчас на столе, их цветение уже закончилось. Видео не только о королях и королевах, но и немного будет об уходе, как я добилась цветения. Так что, если вас не интересует какая-то орхидея, просто пролистывайте. И в конце, как всегда, я выберу самую красивую орхидею месяца 1 или 2. И, как всегда, в описании под видео будет список орхидеев в порядке появления их в ролике. Поехали! Начнем с орхидеи, которая цветет для меня первый раз. Это Адонтоглоссум Нивеум. Его также называют Ансидиум Нивеум. Он ко мне попал в марте этого года. Получается, 7 месяцев назад я его купила у Эквадженеры. На выставке. И вот 4 или 5 цветоносов на такой тонюсенькой и высокой бульбе. Бульба вообще, конечно, выглядит странно. Старые бульбы были нормальные, такие овальные. А эта выросла вот уже у меня. Старые бульбы немножко там сдулись. Но от Эквадженеры, когда покупаю я растения, корни всегда пропадают. И уже надежда и ставка на новые росты, которые и дают новые корни. Сейчас у этой бульбы там хорошая корневая система. А цветы... Обалдеть, какие цветы! И ароматные! Каждый лепесточек и губа с завитушками. Эта орхидея родом из Южной Америки. Растет эта в Перу, в Колумбии, но высоко в горах. Поэтому любит прохладные содержания. И субстрат в горшке оставаться должен всегда слегка влажным. Была она у меня на улице, когда температура опускалась ночью до плюс 5. И все это ей подходило. Я этот ансидиум или адонтоглоссом хотела очень давно. У моей подруги Кэрол он постоянно цветет. И она его приносит в клуб на наше заседание. Я говорю, будешь пересаживать, я возьму деленочку. Она говорит, да как я его могу пересаживать? Он все время цветет и цветет. Вот в этом его большой плюс. Я бы не советовала его приобретать тем, у кого слишком жарко. Еще одна долгоиграющая орхидея Ванда Сандериана. В роликах о цветении она фигурирует 2 месяца подряд уже. У нее 3 цветочка, но это первое цветение орхидеи. Моя подписчица Ольга Неделька. Вот это ее Ванда. Она выращивает в квартире. У нее цветет она 3 раз и 8 цветами. Это меня очень вдохновляет. Растет она у меня в пластиковой корзинке, выложенной кокосовым волокном и крупными кусками коры и угля. Мне такая посадка очень нравится. Она не просыхает слишком быстро. И замачиваю я ее раз в 5 дней. Второй месяц подряд в ролике о цветении выступает энциклия Джайрак Эро. Это гибрид кардигеры. В прошлом месяце она цвела одним цветоносом. В этом месяце вторым. Цветы у нее очень ароматные и дежатся около 4 недель. И на первом цветоносе завязалась семенная коробочка. Что буду с ней делать, не знаю. Ничего не буду делать. Не дождусь, когда я ее пересажу, потому что корни здоровые у нее в основном на поверхности. А в глубине горшка они сгнили. Горшок слишком большой или дырочек я не наделала. А вообще энциклия зацветает где-то на 5-6 бульбе. Выглядит она совершенно как кордигера. И я рада, что она у меня есть. И рада, что цветонос не такой огромный, как я видела у Гули Хаджаевой. Была энциклия, но там была, по-моему, элата. И полутораметровый длинный цветонос. Зацветает мой фолиенопсис. Принц Окс. Но Окс Принц. Один из немногих, которые у меня остались. Цветы у него будут крупнее с возрастом. Даже видно, что вот второй цветок, вернее первый, гораздо больше уже второго. И они будут увеличиваться в размере в процессе цветения. Бутонов немного, но, как говорится, чем богаты, тому и рады. А этот фолиенопсис, ну не поверите, который называется лекастонопсис, но к лекасти не имеет никакого отношения. Просто цветок у него пилоричной формы, трехгубый. И по форме цветка напоминает лекастон. Это его третий месяц цветения. И что я вижу? Его цветонос продолжил рост. Там еще три бутона. Было шесть цветочков, и он уже был королем. Второй месяц. Он снова был королем. Вот так я его сильно люблю. И это дело ему понравилось. И, видимо, похвала оказывается не только людям приятно, но и цветам. И он стал стараться еще больше и выдал мне новые бутоны. Извини меня, дорогой мой фол, я тебя обожаю. Но третий месяц удерживать корону или титул короля, это, мне кажется, перебор. Все-таки, когда хвалишь, мне кажется, толку больше, чем ругаешь, тыкаешь носом. Вот, выброшу тебя на помойку, если не зацветешь. Но это я так. Или про орхидеи, или про детей, про всех вместе. Подангес Дакталосерес, наверное, одна из моих любимых орхидей на сегодняшний день. Цветет первый раз для меня. По нему я вела вот такой видеодневник. Три месяца назад я обнаружила, смотрю, чего-то там показалось. Думала, ну, новая розетка. Знаете, ну, как у неофинити или сорка хилусов, вот так вот лезут новые розеточки из-под основания. И как растут новые росты или цветоносы, я не знаю. Он у меня в уходе только один год. Это, кстати, орхидея родом из Африки. И вот потом прошел еще месяц. И вот эти съемки я уже делаю два месяца назад. Совсем забыла про новый рост. Смотрю, ой, какое-то скопление чего-то белого. Это, наверное, целое поселение мучнистого червеца. Я аж срогнула. Начала рассматривать ближе через камеру, увеличивать. Смотрю, нет, это не насекомые. Это похоже на цветонос. А с другой стороны еще лучше вид-то оказывается. Уже год он сидит у меня в глиняном горшочке, а внутри керамзит и кусочки крупной коры. Идет прирост корней, они у него толстые, как у вандовых. Но подангес это свой собственный род. Он нарастил у меня два листа точно или три, но и снизу два или три листочка у него отпали. Сколько прибыло листьев, столько практически и убыло. Счастливый малыш с супругими листьями, с толстыми корешками. А теперь съемка месяц назад. Первые цветочки уже начали раскрываться. И похоже, что цветоносов у нас будет четыре. Не слабо для первого раза. Хоть подангес природная орхидея из Африки растет, он, видимо, там где-то в горах, может быть не очень высоко над уровнем моря, а может быть и очень. Поэтому он может выращиваться от теплых до прохладных температур. Цветонос показался в середине июля, и растение у меня находилось на улице. Был хороший перепад дневной и ночной температуры. Днем 28-30, а ночью 18-20 по Цельсию. Его выращивают на блоках, но мне кажется, у меня получилась совершенно идеальная посадка. Поливать не нужно слишком часто, как на блоке, но корни продуваются. Одно из условий хорошего выращивания подангеса, это давать ему просыхать. Вот просох горшок полностью, пусть постоит еще день, потом только поливать. Периода отдыха у него нет. Так что зимой, в период неактивного роста, он сухим может стоять и 2, и 3 дня. Ну, в зависимости от температуры. Если слишком жарко, то 2 дня, а если прохладно, то и 3 дня может стоять сухим. Вот такой пучок милых белых цветов с зеленой серединкой внутри, но они не ароматные. И лепестки настолько нежные, что кажутся прозрачными или полупрозрачными. Если его выращивать на блоке, там нужна влажность и 70, и 80 процентов. Но если в моей посадке в горшочке, то 50-60, которые я буду поддерживать зимой, вполне ему хватает. Очень рекомендую его любителям миниатюрных орхидей. У следующей цветущей орхидеи мелтонеопсиса Бертфилд Айлин бывали времена и получше. И цветы были покрупнее, и пороскошнее. Самих цветков было больше, да и само растение выглядело куда лучше. Вот немножко подпортила я свой мелтонеопсис прошлой зимой. Не справилась с поливом. У меня было много грибка. Ничего, дело поправимое. Растение восстановится. Нравится оно мне. Не хочу с ним расставаться. Люблю эту балерину в спрыжке в середине цветка. Я ведь пробовала его выращивать в гидропонике, когда керамзит. И внизу всегда водичка. Корни у него наросли шикарные. Но что-то пошло не так. И я пробовала и фаленопсисы в гидропонике, и другие виды орхидеи. И у меня как-то это дело не пошло. Хотя, по идее, мелтонеопсис должен хорошо расти. А в гидропонике он всегда должен находиться слегка влажным. Видите, как опустела моя веранда. Там остались только прохладолюбивые орхидеи, типа нобели. Почти все я занесла домой и выношу на дневной свет только для съемки. И на дневном свету вижу, что, похоже, кто-то ест листья моего психа. Наверное, щитовка. Она любит поселяться на жестких листьях. Да, это калихий биг. У меня он два года. Пришел с поломанным цветоносом. Дал новый побег из почки и вырастил. Вернее, продолжил рост вот этого первого цветоноса. Он свел, но очень слабенько. А за последний год вырос вот такой большой цветонос, на котором цветы гораздо крупнее. И вот этот второй цветонос цветет уже вторым или третьим цветком. А первый так и заморозился. А мне-то надо облако из бабочек. Название психопсиса произошло из древнегреческой мифологии, где психея была земной девушкой очень красивой. И Афродите это не нравилось. И она послала своего сына Эроса, чтобы выстрелил в нее и влюбил ее в какого-нибудь там дурачка. А он влюбился сам. Кстати, на этом основана сказка о леньке цветочек. И красавица, и чудовище. Потом она стала психея-богиней с крылышками бабочки. Энциклия Мария также называют Эпидендру Мария. Растет она в Мексике. Только там в определенной какой-то ее части. И так же, как подангес африканский, вроде бы в жаркой стране растет, но высоко над уровнем моря. И она считается от теплого до прохладного выращивания. Совершенно неожиданно я увидела у нее цветонос, когда он уже был довольно-таки длинный. Я совершенно не ожидала цветения в таком раннем возрасте. Вот эта булебу будет свести следующий. Растет цветонос. Ну, молниеносно, можно сказать. И посажен в рыхлый субстрат у меня вот такой. И на дне там очень-очень много дренажа. Весна-лето она содержалась практически всегда влажной. В зиму буду поливать меньше. Приобретена была 3 года назад 3-мя или 4-мя бульбочками. И вот за 2 года выросло 2,5, можно сказать, бульбы. Цветы необыкновенно красивые. Вот эта непропорциональная огромная губа придает цветку такой эффект, что если ты его увидел хоть раз в живом цветении, то тебе эта орха просто необходима. нужна. Я ее долго-долго искала. И вот даже не верится, что в таком раннем возрасте она может свести практически вот на четвертой бульбе. На цветоносе может быть от 1 до 4 или 5 цветков. 5 я не видела, но 4 цветка на цветоносе я видела у нас в клубе. Обсмотрите там в глубине этой губы. Сочетание белого и зеленого меня очень вдохновляет и радует, что это растение прижилось и неплохо растет у меня в коллекции. Сам цветонос довольно тоненький и хрупкий. Я думала, может быть, мне его подвязать. Но эти цветы смотрятся гораздо лучше, когда они вот в таком не спадающем или каскадном положении. Знаете, когда у нее растет новая бульба, новый рост, листочки слегка такие сизые, как бы с налетом на них. Знаете, это как у дигбианы тоже защиты идет от высокого освещения. Энцикли любят очень яркий свет. И вот пока рост молодой, чтобы он не сгорел, природа так задумала давать вот такой налет на листья. Хотя с котлейными листьями эти не сравнить. Они намного мягче, намного тоньше и нежнее. И вот прошло еще несколько дней. И сегодня на четвертой неделе цветения посмотрите, как у нее пожелтели и лепестки, и внутри губы тоже зеленая вот эта горлышко стала желтеть. Следующий конкурсант на самую красивую орхидею месяца это Катасету Разл Дазл. Гибрид Луиза Кларк на Фрилли Дорис. Луиза Кларк, это может быть жена Фреда Кларка, или может быть его дочь. Видите его темные цветы, но они даже и намека не было, что будут темными. Видите, как выглядит его цветонос? Почти два месяца назад по окраске бутонов, кажется, цветы будут, наверное, какие-то желтые. Последняя бульба удалась на славу, точно в два раза больше, чем предыдущая. Вон какая корневая, посажен в мох, и там фитиль такой, самополивающийся горшок. Потом через пару недель уже, видно, стали проступать веснушки, и еще пару недель стали оформляться бутоны, и явно, что там что-то будет темного цвета. Но Рассел Дазл у меня цветет не первый раз, и я уже знаю эту его хитрость с окраской бутонов. И полностью он раскрылся на середину сентября. Знаете, цветение у Катасетумов самая непродолжительная из всех их группы. Две недели, максимум две с половиной недели, и цветочки уже начинают вянуть. В этот раз они получились очень крупными. Если в нем оказывается больше Фрилли Дорис, тогда губа у него не кремового цвета, а темно-зеленого. А мне нравится вот именно такой сливочный оттенок губы с бахромой из темного цвета бургунда. Самый свежий цветок, раскрывшийся последним, это вот самый крайний. У него губа слегка зеленоватая, фисташкового цвета. А цветы, которые раскрылись первыми, у них все-таки сливочный цвет, но тоже зеленоватым отливом. Все-таки есть в этой орхидейной группе что-то такое вот завораживающее, знаете. И аромат приятный, и уход несложный. Вот цветение только. Жалко, что слишком короткое. На следующий год я его пересажу. В горшок потяжелее, потому что этот пластиковый маленький. Горшочек очень легкий и не может выдержать вот такого толстого, жирного поезда пассажирного. Упс, а корни-то подсохли. Маленький объем горшка, и растению не хватает воды. Поливаю я его раз в день, подливая на дно этого горшка водичку. Да, в таком состоянии этот катосетум еще надо поливать и поливать, потому что вон сколько у него много листвы. И еще его особенностью является то, что разол-дазол обычно цветет пару раз за сезон. Красавица Брасия Стардаст была звездой прошлого выпуска оцветения августа. Знаете, все говорили, вот надо было ее королевы выбирать, а тогда у нее был только один цветонос, вот этот. Сейчас на нем цветочки стали уже отцветать, и на подходе два других цветоноса, но там цветы раскрылись еще не полностью. Шикарное растение, про которое я говорила, это гибрид двух природных. Брасий выведены еще в 60-е годы прошлого столетия, и это растение деленки. Его есть чуть ли не у каждого члена нашего клуба, вот именно оттуда и с давным-давно, как говорится. И у всех листья выглядят не очень хорошо, а с грибковыми поражениями или пятнами. Кто его знает, может быть это просто особенность этого растения. А теперь снимаю еще через неделю, и самый первый цветонос я уже убрала. То есть продолжительность цветения каждого из них почти три недели. Хотя последние цветы только-только раскрылись, а первые уже начали менять окраску, буреть, краснеть, отцветать. Очень ароматная, люблю ее. Она у меня 4 года. Сейчас после цветения она немного передохнет, я уменьшу полив, но когда увижу, что появились новые росты, начну поливать чуть больше. Эту лекарство я приобрела у Кэрол в этом месяце, гибрид Lemon Twist на Kitty Crocker. И ее новое зарегистрированное название Лекарство Newberry, Little Kitty Newberry. Это город, где находится теплица Carter and Holmes, где ее вывели, где ее вырастили. Я всегда ее хотела. Когда Кэрол приносила ее в клуб на похвостушке, Кэрол напоминала, при случае будешь пересаживать, не забудь про меня. И вот такой день наступил. Вот эта деленка цветущая досталась мне за 25 долларов. Я несказанно рада, потому что у нее есть новые росты, и на следующий год мы можем увидеть больше цветов. Я так думаю, растение еще молодое. К тому же она протестирована на вирус. Результат негативный и только... Поэтому она в коллекции у Кэрол, которая тестирует все лекарства. Мне нравится ее сочетание зеленого с белым, поэтому она у меня. Лептотиз Бекалор находится в моем уходе уже 4 года. И за эти 4 года только второй раз цветет. Хотя увеличил массу листьев своих, но раза в 4 точно. Сначала он у меня сидел в пластиковом горшочке, быстро пересыхал, и как-то у него отваливались листья, или это псевдопульбы называется. А когда я его пересадила на этот блок, да еще с таким шикарным мхом, здесь нашла у нас в Пенсильвании, в лесу. И вы знаете, его нужно поливать на блоке, чтобы мох всегда оставался слегка влажным. Вы знаете, как перестану его поливать, какой мох красивый, тогда он начинает отсушивать свои псевдобульбы. Я его не опрыскиваю, я его замачиваю. И блок этот плоский, кора дерева, и я его не подвешиваю, чтобы он просыхал как можно дольше. Я держу его вот так вот, просто лежит он у меня на полке. Говорят, нужно уменьшать полив в период покоя, но молодые росты у него растут постоянно. То здесь, то там видно, вон они проклевываются. То есть получается, у моего растения периода покоя как такового не получается. Это природная орхидея родом из Бразилии. Раньше, лет 300 назад, из нее получали ванили, из ее цветков, из ее листьев. Делали экстракт такой ванилина в Бразилии и посылали в Европу, где изобрели мороженое. И вот именно из этой орхидеи был изготовлен первый ванилин. Красивая, ароматная орхидея, вот еще бы цвела пышнее. Свет ей нужен очень яркий, а полив, ну вот практически каждый день, потому что если на блоке, то нужна высокая влажность. Если в горшочке, то влажность может быть меньше и 50, и 60, а на блоке, чтобы компенсировать недостаток 80-90% влаги, нужно поливать каждый день. Следующий катасетум Diana's Dots или пятна Дианы, веснушки, тучки, горошек, как хотите, переводите, да? Его я привезла, купила у Керол. У нее их было два, и один она продала за 25 долларов. И это цветение не моя заслуга. Это гибрид катасетума Орхид Глейд, который цвета бургунда. И катасетума Тигринума. Такой светлый, желтоватый, с веснушками симпатяга. У него шикарная листва. Катасетум еще находится в стадии роста. И я так думаю, что он может просвести еще второй раз за этот сезон. И вот он раскрылся. Где цвет бургунда? Где точечки? Вы что думаете, здесь подменили этикетку? В смысле неправильно? Нет, все правильно. Катасетумы. Они такие. Вот тебе один темный родитель, а другой в горошек. Ни того, ни другого. Но мне он все равно нравится. Цвет такой желтковатый. Не желтоватый, а от слова желток. Желтковатый. А посмотрите, какая бахрома на губе. И лепестки зеленые. А вот там, видите, усики торчат. Вон они, усики. Их касаться нельзя, иначе в тебя выстрелит полиной. Ну, убить не убьет, но цветок от этого, если потеряет свою полину, он отсветет гораздо быстрее. Поэтому нос я в него не погружаю. Смотрю на него и думаю, хочу, наверное, еще парочку каких-нибудь катасетумов. Знаете, только в этом году, на четвертый год, я, кажется, подобрала к ним подход. Ну, вот этот зацвела не я, а кералл. Но остальные у меня тоже в прекрасном здравии. То есть, такой полузакрытый метод, совершенно идеальная вещь в моих условиях. Мне трудно выбрать самую красивую. И нравится мне он, нравится мне Рассел Даззел и маленький прозрачный Падангес и Эпидендрум Мария, и Брасия Стардаст была великолепной, и мой Лекаста Нопсис. Знаете, в этом месяце будет ничья. Вот такая ничья по-королевски. Я их обожаю всех. Они все мои короли и королевы. На этом все, дорогие друзья. Оставляйте комментарии. Я обожаю их читать. Здоровья вам и здоровья вашим растениям. Пока-пока.